Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня начинается новая неделя, поэтому мы обсудим то, как закрылась неделя предыдущая, обсудим, что мы можем ожидать на этой неделе, на что важно обратить внимание, поговорим о том, какие компании отчитываются на этой неделе, ведь начался уже сезон отчетов, ну и, безусловно, обсудим важные ключевые события, например, штраф Алибаба и как пока это отразилось на котировках компании. Ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, начнем с того, что на выходных правительство Китая сделало новый штраф компании Либаба. Напомню, что здесь ситуация идет вокруг того, что компания явный монополист и этим штрафом компания хочет, ну, правительство Китая хочет несколько содержать, да, то есть то, как компания себя ведет. Штраф был получен на сумму 2,8 миллиардов долларов, ну, собственно, что, наверное, не так критично для компании, ведь выручка у компании практически 100 миллиардов, поэтому здесь, скажем так, Джек Ма, он больше страдает от того, что, понятно, что он работает в Китае, да, то есть и это правительственные вещи, они очень сильно влияют и на бизнес компании, поэтому всегда важно помнить о том, что на текущий момент, инвестируя в Китай, да, инвестируя в китайские компании, подобные вещи могут происходить, и это тоже нужно брать во внимание. Хотя, с другой стороны, после того, как прошло это заявление, акции Либаба подросли на порядка 8% на китайской бирже, ну, собственно, пока на американской, то есть те акции, которые торгуются в виде EDR, они тоже подрастают на премаркете, но не так сильно, но, возможно, это отразится уже во время торговли. Собственно, да, штраф был с точки зрения антимонопольного регулирования и пока разбирательства они также продолжаются, но, в целом, видим, что подобные меры, они могут применяться к разным компаниям, здесь это не что-то из ряда вон выходящее, но, тем не менее, мы должны для себя понимать, на что это влияет, да, и как с этим, скажем так, в дальнейшем работать. Также, с точки зрения текущей ситуации, давайте посмотрим на то, как сейчас происходит торговля на рынке. Напомню, что на прошлой неделе у нас индекс S&P 500 вновь обновил локальные максимумы, уже сейчас торгуемся в районе 4100, да, по индексу S&P 500 и, собственно, это пока мы сохраняемся в фазе восходящего движения. Что из ключевых факторов у нас было? В принципе, все индексы подрастали на прошлой неделе, да, был достаточно позитив и сейчас, пожалуй, одно из самых ключевых событий, которые ждет рынок, это отчет. Сезон отчетов за первый квартал 2021 года, напомню, что как раз конец первого квартала, это был 20-й год, да, еще все было не так плохо, вот как раз второй квартал, он был не самый, ну, не самый лучший, да, в прошлом году, скажем так. Собственно, сейчас уже будут отчитываться компании за первый квартал и сезон отчетов уже стартовал, собственно, на этой неделе будет отчитываться ряд банков, Goldman Sachs, JP Morgan, ну, и ряд других компаний, ну, всегда традиционно начинают банки. Собственно, здесь пока по ожиданиям ожидается как рост и дохода на акцию, так и в целом рост выручки, что может поддержать, в свою очередь, непосредственно фондовый рынок, потому что пока драйвера для роста у нас нет. Да, Байден планирует тратить все больше и больше денег на развитие инфраструктурных проектов и, безусловно, компаний, которые работают в этом секторе, они будут от этого выигрывать, но в целом для рынка должен быть драйвер, что, собственно, мы можем ожидать в качестве этого драйвера в момент, когда произойдет как раз сезон отчетов. С точки зрения инфляции, да, пока мы, ну, точнее, Jerome Power, да, хочет, чтобы мы видели таргет инфляции в районе 2%, туда мы движемся и, собственно, за этим продолжаем слить. На этом также неделя будет выступление и Паула, давайте посмотрим, какие события нас ждут на этой неделе в календаре. Собственно, понедельник, по понедельнику у нас здесь это розничные продажи по еврозоне, во вторник это ВВП по Великобритании, нужно обращать внимание. Среда, здесь уже выйдут, как всегда, данные по запасам, выступление Паула пройдет также в среду. Четверка розничные продажи по США, ну и пятница закроется разрешением на строительство. Здесь тоже ожидается прирост по предыдущим показателям, ну а по нефти, по нефти ожидается небольшой прирост, ну, значит, уменьшение данного количества запасов. Теперь, что у нас сейчас происходит на рынке? На рынке, в принципе, ситуация сильно не поменялась, но на этой неделе, ну, по крайней мере, для меня могут появиться интересные идеи, интересные точки для входа как раз после завершения той коррекции, которая была на рынке последние несколько торговых сессий. Собственно, сейчас по евро-доллару мы продолжаем двигаться в рамках нисходящего тренда, мы неплохо скорректировались к концу прошлой недели. Здесь для себя я ожидаю поиск позиций как раз на шорт, после того, как появится сигнал на часовом таймфрейме. Пока здесь его еще не произошло, но если сегодня мы сможем закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в четверг и пятницу на прошлой неделе, то здесь я для себя шорты уже буду рассматривать. По паре британский и фотоамериканский доллар, здесь мы дошли до целевого уровня, то есть корректировались в область минимальных значений, которые мы видели во второй половине марта. Сейчас от этого уровня пытаемся отбиться, но, опять же, входить сейчас поздновато, было интересно входить там несколько, ну, в начале прошлой недели, но для меня здесь не было сигнала, точнее цена не дошла до моего ордера, поэтому пока здесь эту позицию пропускаю и жду новых коррекций для того, чтобы перезаходить. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы видели попытку нисходящего движения, да, я здесь заходил как раз на шорт, но она была непродолжительной, поэтому из позиции я достаточно быстро вышел, а, собственно, сейчас у нас, ну, формируется такой боковик, да, который сейчас мы видим по паре американский доллар, канадский доллар, уход выше максимум, которые были в конце марта, и в начале марта уже перестроят формацию нисходящего тренда на восходящий, тогда будем искать уже вход на покупку, то есть здесь пока здесь сейчас вне позиции, вряд ли позиции буду рассматривать на этой неделе по этой валютной паре. А вот пара американский доллар, японская иена продолжает здесь корректироваться, мы скорректировались на прошлой неделе довольно-таки неплохо, но все еще торгуемся довольно-таки высоко от хороших уровней для входа, в принципе, если какая-то коррекция продолжится, и мы увидим доллар и иену в районе 108-107, то тогда в нее перезайти на продолжение роста как раз будет более интересно, сейчас пока здесь за этой валютной парой тоже продолжаю наблюдать. По австралийцу, австралийцы тоже торгуются в таком небольшом боковике, пока мы полноценно не смогли закрепиться за теми минимумами, которые мы видели в этом году, ну и особенно в конце марта, но пока туда же мы и движемся, скорее всего здесь новые позиции буду рассматривать только после того, как цена обновит локальный минимум, затем будет коррекция, и вот тогда я уже для себя рассмотрю вход в данную позицию, тем более по новозеландцу у меня позиции открыты, как раз здесь эта пара мне кажется более перспективной на текущий момент. Собственно, по новозеландцу мы пока также продолжаем торговаться вот в этом, в таком небольшом боковике, который был сформирован, но пока цена удерживается ниже области сопротивления, которое мы видели в районе 70-80, соответственно здесь пока я позицию на продажу также продолжаю держать, то есть вся практически последующая, предыдущая неделя была вот в таком виде, в таком боковике, пока стоп лосс я никуда не перемещал, да и в той позиции, которую набирал как раз в четверг, собственно пока продолжаю удерживать. Собственно здесь для продолжения как раз данного нисходящего движения, жду обновления минимальной значения пятницы, ну и тейк профит у меня стоит не так уж и далеко, но в принципе соотношение риск-прибыли здесь довольно-таки хорошее, поэтому здесь просто продолжаю держать и следить за данной позицией, то есть пока мы не обновим локальный минимум, никаких действий с приносом стоп лосса я предпринимать не буду. Золото, золото также неплохо скорректировалось на прошлой неделе, в целом у нас тренд также сохраняется нисходящий, мы видим, что пока золото не может уйти выше как раз максимальное значение, которое мы видели в середине прошлого месяца, мы его немножко переписали, но сейчас продолжаем двигаться опять же в нисходящей формации, но пока здесь нет сигнала на то, чтобы присоединяться как раз непосредственно в шорт, если мы сегодня обновим минимальные значения, которые были сформированы в пятницу, то я для себя также поставлю отложенные ордера и буду искать возможность зайти по золоту уже непосредственно в шорт. То есть вот еще один инструмент, который выглядит довольно-таки перспективно, на мой взгляд, на этой неделе, поэтому здесь на это тоже стоит обратить внимание. А по индексам, ну индексы находятся на локальных максимумах, то есть переходить к сделкам по тренду уже также поздновато, здесь только ждать коррекции, ну и собственно по этой коррекции заходить. То есть это мы видим по индексу DAX, а это же мы видим по индексу S&P 500, то есть сейчас мы торгуемся 4116, вполне вероятно, что коррекция в область 4000 здесь может произойти. Вот как раз вот эти уровни могут быть интересными для входа на продолжение как раз роста по фондовому индексу, по ключевому фондовому индексу. Нефть продолжает снижаться, сейчас торгуемся в районе 62. В целом общий настрой, как я и говорил на прошлой неделе, у нас пока сохраняется нисходящее, но вот сейчас на момент записи данного видео цена пытается закрепиться ниже минимальной значения пятницы, что также открывает дорогу на снижение в область 60-59, но в целом динамика по нефти у нас сохраняется нисходящее. Ну и индексы Dow Jones, также в пятницу был обновлен локальный максимум, сейчас немного корректируемся, NASDAQ буквально пара процентов остается до, даже меньше, значение совсем небольшое, до обновления локальных максимум остается менее процента, что вполне вероятно мы в ближайшее время можем увидеть, тем более технологичные компании ведут себя довольно-таки неплохо. Мы видели рост по Apple, по Facebook, по Google на прошлой неделе, и в целом это даст также новый виток роста как раз по данному инструменту, то есть как раз NASDAQ практически вернулся к тем локальным максимумам, которые мы видели в феврале. Ну что, начинается у нас сезон отчетов, который может быть очень показательным как раз для фондового рынка, поэтому мы ждем, как будет отчитываться компания, будем разбирать важные отчеты, которые будут происходить, ну и продолжим также следить за текущей ситуацией. Поэтому на сегодня это все, всем желаю хорошей торговой недели, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.